Субтитры создавал DimaTorzok 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 хопа, все что знают. Плюс точным этот человек занимался, допустим, там, молнок, там, молнок вставляет. На тот момент некоторые люди вставляли, это не копинг был, это был электрик бугер. Да, то есть в Нью-Йорке копинг пришел очень поздно. И то, что технически электрик бугер, хотя такого стабил нет, но технически электрик бугер это хреновый копинг. Да, то есть по очень разным электрик бугер это копинг в хреновом исполнении. То есть вот, например, я приходил в клуб, да, я не знаю, что делать, пак, там, то, то, но я видел, как вот там в каком-то шоу, делал такой бэй, там, воу, 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 там, топ, топ, топ. То есть все сметалось и фристайл, это был фристайл. Когда хип-хоп фристайл, это спонтанная смесь из локинга, да, ну, я говорю пакет, но вы имеете в виду, что, типа, это больше буги, да, потому что очень тяжело, все-таки пакет смешать с какими-то там топрока или там элементов брейганса и самого хип-хопа, где хип-хоп, это основа, а все остальное, это как бы украшение танца, да. То есть вот ткань п-мн, п-мн, вмишение, это как бы основа, п-мн, п-у-м, п-п-п, я перейхожу там локом, там, локом, 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 локом. Это ничем кооп, но по сути дела я вставил что-то, да, и там п-мн, п-мн, как было в свое время там популяторно бли plural, без ажесях на сайте. Да, действительно, в оборке УДЖЕКа было, ты шо, вышел на БАКл и там на динсовку не сделал сайта. Вот ты вообще аллша, да. подмешивались какие-то элементы. И именно это называли хип-хоп фристайл. Очень многие начали, вот сейчас тут разные вещи, там белая, зрячая, то есть они начали задвигать, что вот есть хип-хоп, а есть фристайл. То есть хип-хоп это значит вот хип-хоп, это вот просто хип-хоп. А фристайл это вот все, что ты хочешь под хип-хоп музыку. Но в любом стиле таза танцевать под музыку, ну то есть этого стиля, и танцевать под стиль это разные вещи. То есть я же могу там трон-тед, творять сальсовую музыку. Вот что мне мешает? Что мне мешает? Умеренно, быстро, это уже технический момент с танцами. То есть я могу в общем-то и сальсу под трону-тед танцевать, а вот что мне надо? Это да! Ну чё ж я не пойду, шайк? Особенно я знаю хорошо, что хайзо танцует, но это не стиль это. И поэтому вот здесь момент, когда люди говорят, что они танцуют под хип-хоп музыку и говорят, что это хип-хоп, это не совсем то. Потому что я могу ставить любую хореографию под хип-хоп музыку. Например, я могу, как сейчас пришла мода, из трикинга. Трикинг это часть хип-хопа тоже, где прыгают, делают всякие там акробатические движения и используют боевые искусства. Сейчас вот очень, сейчас это мода действительно. Она? Да, это хип-хоп культура. Нет, трикинг это хип-хоп культура. Ну, я имею в виду, это сейчас хип-хоп культура. Трикинг это вообще, нет, это не брейкинг. Нет, ну да, они прыгают там, они прыгают, делают открыватель, промокают ногами со всяких там боевых искусств. Сейчас пошла мода трикингом ставить хореографию. Да. То есть, например, там, хаосы, да, там, бэм-бэм, там, какие-то карты выключили, там. Слава Богу, что если вы зайдёте на Ютубе и выберёте, там, какую-то там форму, какую-нибудь там, там, через, там, через плечо Цюань, кто-нибудь там, да, или там что-нибудь там, увидите, где какой-нибудь древний шлипой мастер, который, почему-то, они только подрядывают, периодически показывают, там, будь там, древнюю форму, которую ему показал, там, типа, космический баджор, который вышел из пещеры просветления, да, 355 лет назад, а вот его авиация перерождения вспомнила эту информацию. Ну, типа такого. То есть, ну, есть масса такой информации, где она купили. Вот эти вот все вещи, они, типа, то есть берутся и из них ставится какая-то хореография, которые, там, потом называют трикинг. Но трикинг, когда этот трикинг ставят хип-хот, его почему-то очень многие люди называют хип-хот. Хаос, хаос, хотя же где там хаос. То есть вы понимаете, что хореография и стим – это разные вещи. Хорео сейчас, хореография, по сути дела, является синонимом только одного слова – постановка. То есть постановка, потому что гонки машин, да, тоже называют автохореографией. Ну, вот когда ставят, там, гонки машин, да, там, какие-то там. Постановочные драки называют файпер хореографией. Ну, то есть, то есть бойцовская хореография. Постановочную драку называют тоже хореографией. То есть, по сути дела, хореография – это просто набор движений. Нет ничего плохого сделать офигенную хореографию по определенным дракам и заработать на этом день. Это нормально. Люди зарабатывают, при более, если это нравится. Другое дело, что, если вы, например, продаете людям пусы и говорите «это шуба», то, ну… И это совсем другая вещь, да, то есть, определенные есть… То есть, если люди обманывают эти клены моменты, даже если это приносит деньги, всегда есть загвозки. Рано или поздно кто-то их просто, ну, разоблачил. Поэтому лучше сразу расставлять все точки на дверь. Ни в каком стиле, ни в каком стиле танца нет хороших и плохих стилей. Если это танцуется, то кому-то нужно танцуется. Потому что то, что понимает, допустим, в одних, да, там, культурах, могут не понимать в других. Но это не важно. Да, да. То есть, это хорошо, потому что это как кухня. Мне, например, может, не нравится японская кухня, то я буду жрать все грузии, где просто ей из ушей будут лезть. А другой человек говорит, ну что, я на суши жил только вообще. Суши, вот я могу суши там хоть с мозга запихивать. Придом диваны из чего? Из слонов, из угреек, из ёжиков. Ты вот завернешься рисом дашь, я обязательно съем. Что такое? Я вас заслышу, это самое. Смотрите, давайте сейчас... Вот, отлично, еще пять минут, я просто объясню. Поэтому, вместе различают хореография и стиль. Хореография – это любая постановка. Стиль – это вещь, которая появилась культурная. Это культурный механизм, который повлиял на формирование стиля. Что такое стиль? Стиль – это танец, который появился под определенную музыку. У него определенный стиль музыки всегда приводит к программе стиля. В определенной среде. То есть, стиль не может появиться кусочек здесь, а кусочек там. Потому что культура не позволяет это сделать. То есть, например, в штатах хип-хоп появился стиль... Ну, в танцевании хип-хопа появился... Несмотря на то, что в Броксе появилась культура, в Брутлине появился танцевальный стиль. Потому что там очень много усилий в клубах. То есть, потом в разных частях штатов начало появляться разное, но из-за того, что музыка наша. Но все равно случилось это все в одном месте в штатах. Из-за того, что в разных... Практически невозможно было бы, если, например, два движения появились в Бразилии, одно взяли из Гопака и так далее, чтобы это был стиль. Стиль должен быть... у него своя идеология, так скажем. То есть, у каждого стиля есть своя идеология. Какой бы он не был. И... Важный момент, что стиль всегда появляется как фристайл. То есть, люди просто потом появляются в шоу. И всегда у стиля есть свой словарь. Так называемый. То есть, например, если мы возьмем... Почему я часто сальсе сравниваю? Потому что сальсе это один из самых социальных стилей. Легко аналогии проводить между хип-хопом и сальсой. Потому что социальная сальсе не спортивная, которая у нас там... Потому что спортивные танцы для меня это как спортивный секс. Ну, на самом деле. То есть, спортивные танцы это хорошо для тех людей, которые там нравятся время и моменты. Но спортивные танцы... Вообще, танцы и спорт это... Это как спортивное рисование картин. Да? Если вы чувствуете, да? Спортивные танцы, спортивное рисование картин. То есть, по сути дела, хорошо, что люди там чем-то занимаются. Но фишка в том, что это коммерция. Ну вот, это из разных. Спортивные танцы в определенный момент времени появляются, чтобы определенный стиль и мужик не вытелил, так скажем. Ну, это один из. Потому что, если бы сейчас не было бальных танцев, ну, тех бальных танцев, которые мы знаем, я не беру советский стандарт бальных танцев, если кто-то знает, что это было. Это было вообще ужасно. Ну, то есть, это же не международный стандарт, да? То есть, если бы, например, сейчас не танцевали, там, ки-и-и-стэ, там, то, 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 я думаю, никто бы ему уже не слышал. Ну, если правильно говоря. Ну, да. Ну, мало ли так там. То есть, сейчас мало кто танцует для индий-хоп, ну, это, там, то, что мы свинк называем, да? И практически никто не знает, что это такое. Ну, вы что, видели часто, что для индий-хоп танцевали? Хотя это очень крутой, безбашенный классный танец, который очень сильно упростили, он привлекил своего кодорова. Для нас. Да, бля, ты там. То есть, танцевала такого нету, и это скаборная. Да, да. Ну, и в одиночку, и в паре. Это социальный танец, он танцевал сам. То есть, как хип-хоп. Мы, во основном, хип-хоп видим, как, ну, по одному человеку танцуют, а хип-хоп, когда в клубах было там очень много движений, когда танцевали в паре. В паре, в девушке. Тишка была не в том, чтобы идти и закрутиться перед девочкой какой-то на голове, чтобы она тебя перешугалась и убежала. Смотри, какой классный, там, хоп, там, шпагат стал, там, повыдал в руке. Блок. Нет, тишка была в другом. То есть, музыка играет, груб. Вы можете вместе поймать кай, что танцевает, там, то, то. Потому что вот недавно я совсем был на сайте всяких там мужских журналов, и мне попалась одна очень интересная статья, что по данным опросам в 2001 году, где там три тысячи женщин приняли участие в этом вопросе, женщинами, ну, типа, Европы, Японии и штатов, два стиля выделены самыми, типа, сексуальными выполнениями мужчин, да? Типа, типа, скулы. Это сайса и хим-хоп. Но тут, скорее всего, сразу стоит определиться, что это, наверное, не имеется в виду, что, там, чувак пришел, а я просто напрыгивал, там, типа, там, встал на фриз, короче, встал на зыков, там, все, да ладно. Само ощущение, да? Просто и сайцу можно посылать в полный нить, чтобы это было красиво, и хим-хоп. У каждого танца есть такая фишка. А хореография? А? Да и сейчас, я сейчас будете спрашивать, знаешь, если что. И в хореографии, неважно, как это называется, в свое время самая модная хореография стала хореография про грейского джаза. Все, что мы сейчас видим, это Боб Хоси, то есть, он изменил чуть-чуть джаз модерн, он сделал бортей джаз, он, вообще, был танцором мужского стриптиза в Боб Хоси долгое время, и, типа, он внес вот эту манерность, которая там, типа, в джаз его не было. Если вы, ну, типа, видели musical It's all about jazz, ну, типа, вы можете его найти, там, то-то-то, но вы можете увидеть, как Боб Хоси, ну, у него были такие взгляды во всех этих делах в коже, то-то есть, было видно, что Тимар, было видно, он перенес этот опыт, но в тот момент это было для этого. Это вот как, допустим, вот наше, вот это украинское шоу «Казаки». Да, название вообще такое. Если просто назвали бедрилки, то-то, наверное, никто не смотрел. Ну, да-да-да. Это было бы правильно. Где вы себе себе пасет. Ну, то есть, по сути дела, все вот такие вещи, вот, которые сейчас есть, это то, что своими корнями уходит в Брэдлей джаз. Потому что Брэдлей джаз начал смешивать гендерность, да, мужскую и женскую. То есть он начал, типа, стало модно показывать, что мужики вот геи, а девочки... Ну, потому что Брэдлей сам по себе-то скотчет. Ну, да-да, такой. А девушки-то Анадея, такие мужественные, типа, и все. Почему? Потому что на Брэдлей заправляли в основном женщины, сильные женщины. А мужикам нужно было быть просто яркими, чтобы они хоть как-то куда-то подходили. Вот Боб-8, один из таких ярких примеров. И все, что вы видите, как бы это называлось, там, Боб-джаз, джаз-фанк, там, стрит-джаз, и бла-бла-бла, вот это будет тысячу названий еще, и тысячу раз будет все меняться. По сути дела, это джаз. Это бардейский джаз. Плохо исполняемый, хорошо исполняемый, все это зависит от уровня. Типа, я сниму джазов, то будет просто. Нет, ну, в общем, это не социальный стиль. Это просто бит постановки, который использует элементы джаза и других танцев. То есть, и других танцев, это значит, что я увижу, как я его попал, и теперь сделаю это вернее. Я понятия не имею, что это такое. Ну, по-моему, это неплохо. То есть, то же самое, хоп-хоп, а здесь, значит, я тут почувствовал мозг, а назывался такой хоп-хоп. Угу. 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 Футажей, то есть. Футажей, если нет футажей видео, которые подтверждают, что исторически это танец был, то танцев, по сути, дел Congress. То есть, у нас есть футажей, как появился такой работ шахту, Он появился в интернете, он появился в ютубе, он появился социально. Но у нас есть футажи, как толпа, которая каталась про фильмы Гадоша, там танцевала и по 30 видео в день выкладывала. Футажи есть, доказательства, что он там свалил. Есть футажи байкера, волны. То есть мы видим определенных годов съемки. Мы знаем, что был, допустим, тэп-дэнс. Потому что братья Николая, 30-е годы, 30-е годы, 70-е годы, мы знаем, что этот стиль был социальный. А есть и вещи, которые существуют просто вскоре. Говорят, там, старый офигенный стиль джаз-фанта. Джаз-фанта – это стиль музыки, во-первых. Название джаз-фанта, оно со всем другим вещам относится. Но если говорить джаз-фанта, то это как Моская Слина. Не к морю, не к свиньям отношения. Не к джазу, а к джазу. Потому что джаз – это не совсем джаз. Потому что это как Балдей. О, и Фанта тоже нет. Да, да, да. Он все абсолютно. Локином, флапингом и Явсом. Окей. Если есть вопросы, задавайте. Сейчас перейдем. Практически. Больше. Я не думаю. Я просто хотела добавить историю, которую я скажу. Мне когда я снимала по Толуниску Баласа Секу. И он сказал, что компетитшн, эрохи компетитшн больших. Он просто сказал, что есть хайдеринг, софтелинг. Хайдеринг – это единственный элемент, который мы съемки у нас. Потому что в этой культуре забавно. И он был очень счастлив, пока мы будем думать, что это софтеринг. Софтеринг – это танцы минимальному социуму. Человек и девчонки. Ну. Я говорю, что мы выходим в клубы. Знаешь, когда мы выходим в клуб, я не знаю. Можно в клубе быть парень, где-то танцуют. Я говорю, что ты одеваешься. Я говорю, что у нас в клубе. Ты выходишь на футбол. И ты понимаешь, что в них не будешь выходить, то это девушка. Мне как бы не подъедет. Там девушки требуются, чтобы пришли сюда танцевать. Я требую стараться. Там девушки просто ходят с бокалом. И потом коктейли, короче. А девушку? Ну, вот Мик Джайгер все время говорил. Он говорил, что человек, который начал играть на детали или танцевать, не для того, чтобы заинтересовать девушек. Он либо тебя обманывает, либо он психически нездоровый. Ну, вообще, да. Поэтому всегда, то есть, вы понимаете, по сути дела, ваши цели всегда говорят этому, куда нужно тянуться. Девушки очень часто начинают танцевать. Да, у девушек разные бывают, в принципе. Некоторые для фигуры. Потому что они и так хорошо выглядят. Ну, типа, и так хорошо со стороны на них смотрят. Да, там. Другие начинают танцевать там просто, чтобы парням нравится. Третьи начинают танцевать, если ей там отдали с Института культуры. А что делать надо? Не надо. Приходится. Потому что не особенно не хотят танцевать. Но парни, 90, я думаю, что даже больше, чем 90 процентов, все начинают, не важно, что танцевать, они начинают танцевать, потому что они становятся заметнее с этой стороны. И это и есть, типа, элемент социума. Потому что, когда вы танцуете, и это есть везде. Социальные танцы практически идут все такие. Сайсы, хоп, новые социальные танцы. Это тоже социальные танцы. Не то, чтобы вы были, чтобы вы там... В рейве, вы не просто вот так вот дергались. Что вы там делаете, или на вас не может в офигации. Глоу стикинг, который появился. Блистящие палочки эти светящиеся начали, типа, крутить, для того, чтобы тоже быть заметными с этой стороны. То есть все стили, неважно что это, были для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, вам очень тяжело будет в них развиваться, если вы не любите эту музыку. Да. Поэтому очень важно, кроме того, что вы не попытаетесь всем понравиться, еще любить эту музыку реально. Потому что, если вы музыку любите, то... Если, конечно. Да. Ну вот, например, есть люди, которые входят на занятия по всем стилям, но музыку любят другую. Они берут элементы из один стиля и переносят в другие. Яркий пример Андрюха. Андрюха ходит везде, но танцует только под Электро и везде там... Все там... Сходил на Компинг, Пауэл Фишер. Сходил на Крамп, Пауэл Фишер. То есть так он собирается, то есть так. А так делали в свое время все. Допустим, блогеры, которые не логи танцевали как хип-хоп, не взяли элементы из хип-хопа и слушались логиков. То есть уже... А когда говорят нам старая школа или новая школа, то хип-хопы сейчас ломбаты берут только одно слово. Two-school. Он не говорит old school или new school. Он не говорит этот old school. А вот кто разряет old school и new school, мы видели либо радикально к этому относится, либо схематически мы можем сказать, что old school – это то, как появилось вот то-то, то-то, то-то. Да? Потому что new school – это реально новое время. Но когда мы начинаем говорить, ой, чувак, хип-хоп это old school, тогда хип-хоп умер. Ну да. Получается так. Ну если мы говорим, что люди – это те, которые только не младше семидесяти. Кто это? Извините. Понимаете, что я считал? Просто, ну, любая культура, она развивается. Даже сайса меняется. Бальные танцы, если вы дальше были в социуме, они бы менялись. Все, что существует в социуме, все меняется. Наши разговоры меняются. Раньше если бы я сказал, слушай, короче, чувак, ну тут нужно короче делать так-так-так. Мне сказали бы, «Ты чё? Гадывай, за чё? Как ты пленки заберешь?» Сейчас совсем другое. Понимаете? Все. Да, он не был. Да, он не был. Да, он не был. По-моему, кучерявый был, по-насочке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова